Он видит пример Белгородской области, и понятно, что у него нервишки пошаливают, и он думает, а вдруг, если калиновцы и другие представители белорусских подразделений в составе ВСУ начнут и решат реализовать этот сценарий, как в Белгородской области на территории приграничной Беларуси. Понятно, что они военнослужащие ВСУ, и они находятся под командованием Украины, такое вряд ли возможно, но они же могут и уволиться в какой-то момент, правильно? Поэтому такой сценарий, если мы теоретически с вами рассмотрим, но его волнует. Почему? Потому что Беларусь — это не Россия. Конституционное большинство против Лукашенко. В России еще до сих пор Путин имеет серьезную общественную поддержку. И то мы увидели в Белгородской области, что ведь массового выхода на улицы людей не было, которые там терраборона какая-нибудь начали было работать. Ничего. В Беларуси он пытается создать территориальную оборону бедных мужиков, вытаскивает с полей, пытается их одеть, дать им там винтовки в руки. Но общество настроено против него. И поэтому он боится этого серьезно, как потенциального события, которое может нагрянуть и на территорию Беларуси. У него сейчас вообще со всех сторон проблемы. Посмотрите, проблемы со стороны Москвы, поглощение, проблемы со стороны белорусского общества, которое не сдается, поэтому он делает чистки городов и задерживает. Беларуси же не сдаются, я это сказал, в том числе и президент Украины. Проблемы со стороны Калиновцев и других подразделений, которые прямо говорят, мы поможем Украине восстановить территориальную целостность и придем освободить нашу родимую родную Беларусь. И он этого всего, санкции Европейский Союз. То есть он не знает, куда деться, куда метаться. Отже, как вы оцениваете санкции, которые Польша запроваджует против белорусского режима? Мы с вами в эфирах неодноразово спілкувались на тему того, что вкрай мало санкций с боку Заходу относительно Минску. То что эти экономические обмежения, на ваш взгляд, изменяют? Ну, это беспрецедентное решение среди всех стран Европейского Союза. Именно Польша приняла вчера 365 лиц, 20 организаций, в том числе закрытие возможности пересекать границу для автомобилей большегрузных на белорусских российских номерах с 1-го числа, с 1-го июня. Это беспрецедентное решение, потому что оно даже превышает по персональным санкциям, именно касательно граждан Беларуси, все те санкционные пакеты, которые ранее принимал Европейский Союз, которые ранее принимались в Брюсселе, в том числе с Соединенными Штатами Америки. Опять же, оно достаточно системное, ну, скажу так, без лишней скромности, именно команда Народного антикризисного управления, наша команда, и готовила эти санкционные предложения, практически 75% тех фамилий, которые можем прочитать. Мы писали обоснования. Прежде всего, мы концентрировались на тех лицах, которые виновны в агрессии против Украины. С белорусской стороны мы рассматривали также отдельно всех депутатов, там практически все депутаты так называемого парламента Лукашенко попали в санкционный список. Мы также внесли в список представителей местных властей, которые участвовали в ликвидации польских кладбищ на территории Беларуси, пропагандистов, так называемых прокуроров, судей и отдельно блок спортсменов. И действительно, даже по спортсменам никогда не принималось, по руководителям, скажем, функционерам от спорта, никогда не принималось подобных решений. Поэтому это очень четкий системный сигнал всему госаппарату вокруг Лукашенко, каким образом они будут отвечать за те преступления, которые совершают в отношении белорусского народа и украинского народа. Конечно, это связано также с преследованием польского этнического меньшинства в Беларуси. Анжей Пачобут, которого вы вспомнили, это герой и белорусского, и польского народов. Тот, кто не сдается и отказался писать прошение о помиловании Лукашенко, несмотря на то, что на него несколько раз давили. Лукашенко был предупрежден о том, что он будет отвечать за эти действия. Но Лукашенко решил пойти на обострение. В связи с этим Польша и приняла эти санкции на Министерство внутренних дел, Министерство странных дел. Мы с ними активно общались на эту тему. Я считаю, что таким же путем должен пойти наконец-то Европейский Союз. Год уже Европейский Союз не вводит санкции в отношении Лукашенко. Ну и а он что? Он смеется. Он ядерное оружие размещает. Он дальше тренирует, обучает российских мобиков и отправляет на войну. Он увеличивает потенциал белорусских вооруженных сил, производит оружие и массово репрессирует белорусов. Когда белорусы в тюрьмах умирать уже начали, политические заключенные. У нас 5000 политических заключенных и пытки – это каждый-каждый день. Чистки городов, аресты, задержания и так далее.